А ты где-то там, и не знаешь меня. Его называют человек без тела, а некоторые открыто заявляют, таким как он, место в клетке. Если людей, как я, надо держать дома, зато идти по замку. Но несмотря на телесные вещи, Антон мечтает о любви и о семье. Если бы у тебя появился свой сын, то это было бы, наверное, самое большое воплощение мечты из всего. Но только ли болезнь стала преградой для семейного счастья? Сегодня в этой студии Антон ждет откровенное признание. Мы сами не догадываемся, чем может закончиться эта встреча. Ну и в финале программы неожиданный сюрприз для нашего главного героя. Об этом он не мог даже и мечтать. Это говорит Украина здесь, на телеканале Украина. Тема нашей сегодняшней программы «Я человек без тела». Здравствуйте. Я Алексей Суханов. Итак, Антон Дубишин уже здесь у нас в студии. Давайте же поприветствуем нашего героя. Антон. Почему вы обратились к нам на программу? Чем мы можем вам помочь? Значит, я обратился, потому что я хочу быть таким же полноценным членом общества, чтобы меня все принимали. И хочу, чтобы у меня была девушка. И в дальнейшем, может быть, даже стала моей женой. То есть вы обратились к нам на программу, чтобы доказать сегодня здесь всем, что вы такой, как все, и тоже имеете право на счастье и на любовь. Да, и то, что со мной надо считаться. Я тоже человек. И мы сегодня попробуем, конечно же, вам помочь. Внимание на экран. Антону відубишину 25 років. И все свое життя, он на вязку. Холяска – это часть моей жизни и часть моего тела. Через хворобу хлопец полностью беспорадный. За него все робить мати. Без мамы считайте, что я мать. Я без помощи. Та попри це Антон мріє про семью. И навіть точно знає, яка дружина йому потрібна. Антон, так а какой же девушке вы мечтаете? Какой должна быть ваша избранница? Опишите ее. Чтоб она, конечно же, была здоровая, высокая, с длинными черными волосами. Брюнетка? Да. А почему не блондинка? Ну, не знаю, не знаю, это брюнет. Ну, какой вы избирательный. А я вот сразу на Милу посмотрел. Да, вы попали. Не вопросто. А детей хотите? Сын или дочь? Кого-нибудь. Если девочка, то я люблю играть. В детстве любил в посудки играть. В посудку? Да, да. Поэтому девочке это не проблема, мальчике тоже не проблема. Аппаратуру люблю. Разбираюсь. Короче, я разнообразен. Антон, но ведь все мы, конечно, прекрасно понимаем, что, и это очевидность, что ваша болезнь может стать преградой для создания семьи. Что у вас за болезнь? У меня спинальная аммиотрофия, вернига, гофмана, ранняя детская форма. Ага. Когда вы заболели? Ой, ну, нам восемь месяцев, нам поставили диагноз. То есть, получается, что здоровым вы себя вообще не помните? Ну, по фотографиям нормально сижу, ровно. Ага. То есть, ну... А потом уже постепенно начало появляться. Заболевание вернига, гофмана, это наследственно-дегенеративное заболевание. То есть, это природа ему дала. Это заболевание носит неуклонно-проградиентный характер. То есть, оно все время прогрессирует. И какая-то реабилитация на каком-то этапе, она возможна, но остановить данное заболевание не представляется возможным. Давайте посмотрим, что это за болезнь такая. Внимание на экран. Спинальная аммиотрофия вражает все мязы людины. Хребет сгинается, как дуга, и стискает все внутренние органы. Медики не знают, как от этого лековаться. Звинувачивают у всьому гени. Про то, что их дитина хвора, родители не сразу узнают. И это страшно. Дитя, что развивалося нормально, раптом перестает сидеть, стоять и ходить. До того же, все тело малюка нестерпно болит. Шанс народиться таким один на сто тысяч. Тривалясть с жизнью может быть разной. И большинство хворих и до 30 не переживает. Однако, легче им жизнь все-таки можно. Это Костя Морозов. Ему 12. Он также хворит на аммиотрофию. 2013 года немецкие лекарства провели ему уникальную операцию. Теперь его тело держит металевая конструкция. Однако, полностью стать здоровым хлопец не сможет никогда. Антон, но когда вы, вы помните тот момент, когда ваше тело начало меняться, и вы осознали, что вы не такой, как все остальные дети? Ну, моменты, когда начал меняться, ну, не знаю, не помню. У вас были друзья? Во дворе, ну, меня не принимали, потому что я не такой, как все. Бывало, с мамой идем по улице, слыхают дети пальцами, насмехаются. Конечно, было больно. Да, были мысли, ну, себе вены перерезать. Ножницами. То есть вы хотели покончить жизнь самоубийством? Да, я любил бумагу резать, просто вырезать, вот, рисовать. Ну, часто, там, мама в магазин идет, бабушки на кухне готовят, никто не видит. То есть вы хотели взять эти ножницы? Да. И перерезать себе вены? Да, ну, часто используют в пластике. Антон, а как вы себя останавливаете? Ведь эти мысли посещают вас, я думаю, часто. Сейчас, сейчас нет. Но тогда, почему, что вас остановило тогда все-таки, Антон? Ну, наверное, все-таки, все-таки есть какая-то высшая сила, и, наверное, я нужен еще Богу на этой планете. Именно эта мысль тогда вас остановила? Да. Ну, и опять же, кому бы я сделал хорошо? Маме, бабушке, ну, всем бы было плохо. Ну, вот, почему я начал писать стихи? Потому что 18 лет, это был июль месяц, и нам надо было взять хлеб, и там на проходе стояли пять парней молодых в нетрезвом состоянии. Ну, мама попросила, ну, пропустите, проехать. Но они сказали, что таких людей, как я, надо держать дома, заперти, под замком. Вот, кстати, таких, как они, надо точно держать под замком. Понимаете, у нас такой менталитет людей. У нас страна еще... У нас нет культуры просто этому, понимаете? Вы понимаете, что много лет детей таких держали всегда в заперти, поэтому не видно было. И поэтому, чем больше... Ты молодец, Антон, потому что ты себя демонстрируешь. Что вы тогда все-таки подумали в магазине? Что вы им ответили? Ой, я ничего не ответил, но меня напала злость на всю молодежь Украины. Тогда вы написали, я знаю, стихотворение. Да, за час. За час? Вы можете что-то прочесть, вот, процитировать от стихотворения? Могу. Он, так называете, мы не такие. Да. Ведь где-то на свете инвалиды живут, которые ценят тепло и уют, которые ценят заботу и ласку, которые ценят природные краски. Нас люди не любят, ведь мы не такие. Про нас говорят, что мы тупые, дурные. Про мам говорят, что хулили, бухали. А бывает, советуют, чтоб детдом нас сдавали. Да. Мы не такие. И мы с этим живем. Да, мы не хуем, не бухаем, не пьем. Мы ценим жизнь. И краски, и солнце, которое утром стучит к нам в оконце. Мы ценим все это. И мы так живем. И мы все не думаем ни о чем. И я вам скажу лишь только одно. Цените же то, что вам Богом дано. Итак, в детстве Антон хотел покончить жизнь самоубийством. А сейчас парень мечтает о семье, о детях, о любви. Но кто решил встать на пути Антона? И что наш герой скажет, когда услышит здесь, в этой студии, откровенное признание? Она запрещала просто-напросто. Но брат, он обязан, мужчина. Первый раз в госпитале я заплакала. К сожалению, Антон, извини, но... Всем бла-бла-бла. Вы спите действительно на одном диване? Антон, что вы сейчас можете делать сами без посторонней помощи? Читаю, пью, ну, чай, кофе. Потом печатаю на мониторе, ну, на ноутбуке, на айподе. Ну, если по мелочи, например, там, какой-то бутерброд, там, сало люблю, все смехи вам. То это я ем сам. А как вы едите? Ну, если там первое, это меня мама кормит. А если по мелочи, то я могу и сам поесть. Давайте-ка сейчас посмотрим на экран. Мы побывали в гостях у Антона. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Когда вы смотрите эти кадры, кого вам больше жаль, себя или маму? Маму. Почему? Ну, потому что она маленькая, я ростом. У нее, ну, часто давление. Я часто ее ругаю, потому что бывает давление 160 на 100. Она идет на работу, в больничную не бьет. Вот, и вот... То есть она себя не жалеет? Да. Она вредная. Вредная? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Здоровье дороже, я считаю. Тем более, как у меня мама, и мне больше никого нет. Правильно я понимаю, что если бы не мама, то, наверное, вы бы не смогли один? Да. Ну, папа... Папа нас бросил, первый подал на развод. И вот мама, мама для меня, это все. То есть, Антон, если не было бы мамы, то что было бы с вами? Ну, наверное, и меня бы не было. Ну, многие родители, ну, оставляют в детдомах, в интернатах. Кстати, ей тоже предлагали, не один раз. Но мама меня приняла, любит. И вот я перед вами. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы мечтаете о семье, но мы видим, что вам нужен особый уход. Да. Как вы думаете, какая девушка согласится ухаживать за вами так же, как это делает сейчас ваша мама? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Само так приходит? АПЛОДИСМЕНТЫ Складывается? Ну, иногда бывает ночью, что-то не спится, бац, рифма полезна. Я ее запомнил, утром встал, попил кофе с молоком. Ну, и потом начинаю всяких, не всяких строчек писать. АПЛОДИСМЕНТЫ Что кроме болезни мешает Антону создать семью? И кто стал для этого парня настоящим врагом? Пожалуйста, встречайте маму Антона, Наталью. Выходите, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Осторожно здесь, пожалуйста. Не предупредили вас? Прошу вас. Наталья, так о каком речи, кто не дает вашему сыну создать семью? Мой брат. Ваш брат? Да. Внимание на экран. Наталья Дубишина Антонова мати. Їй 46 роков. За сином жінка доглядає сама, бо з чоловіком розлучилася, коли Антону було три роки. Началась п'янка, начались голодки, начались кулаки примінятися, він начав збивати мене прямо при дитині. Після розлучення батько перестав цікавитися сином, тож весь тягар догляду за хворим ліг на плечі Наталії. Антон без мене практически ничего не може взагалі. Уся родина підтримувала Наталію та її сина. Допомагали, чим могли. Аж поки одного дня не помер Антонів дідусь. Получається, що вашого папи не стало, дедушки Антона. І що змінилось? Ну, брат почав претендувати на кунату, там, де має бути Антон. У нас трехкомнатна квартира, а рядом с нашій кунатой. Тобто, що ви живете в трехкомнатній кунатній кунатній кунатній? Так, в другій жил дедушка, а в третій жил ваш брат, дядя Антона. І вот ваш папа умирає, і ваш брат претендує на цю кунату? Вместе с женою. А почему он претендує на цю кунату? Ну, він хоче, не хоче отдати кунату Антона. Не хоче отдавати? Так, його жена... Ну, як він це розповістить? Ну, никак це не розповістить. У нього сем'я, що йому теж потрібна куната. Більша куната? Ну, там куната, не знаю, не помню, скільки метрів, теж маленька. А у вас скільки куната? Ну, де-то 17. Ми побували ведь в гостях у Антона і його мамы. І, очевидно, то, що ви зараз увидите, не оставить вас равнодушними. Внимання на екран. Ми живемо з Антоном в цій кімнаті, спимо на одному ліжку, Антошка спить на тій стороні, я сплю. Коли приходять друзі, просто мені нема куди дітися. Я хочу, щоб у мене було, ну, якби своє пространство, щоб не завістить, там, наприклад, ко мене друзі прийшли, щоб ми мамі не мешали. Мама отдельно, наприклад, я могла порежати віддіхати, а ми отдельно тут разговаруємо, там, сміюся, щоб теж не мешати, не приносити дійсно. Дякую. Получається, що Антона не навіть в своїй кровати? Да. Ви спите, действительно, на одному диване? Да, ми спите на одному диване, да. І після цього ваш брат і, відповідно, ваш дядя хочуть лишити вас ще й кімнаті? Ну, да. А скажіть, будь ласка, а на праві собственности кому принадлежала квартира? Моєму отцю. Вся квартира принадлежала? Да, ну, на ньому був свій счет, і були там, ми все приписані. Але ми, конечно, ще сьогодні розберемося, як можна решити цей вопрос юридично. Скажіть, будь ласка, а хто в цій кімнаті зараз живет? Дедушка? Ніхто там не живет, в цій кімнаті. Тобто, в цій кімнаті зараз пустує? Да, в цій кімнаті, да. А то, этот шанс решил отобрати родной дяді Антона. Що он скажет в своє оправданні і кого обвинит во всіх бедах Антона? Этот дядя сьогодні выйдет сюди, в студию. Она ходить постоянно. Все-таки нам нереально бути одной семей. Ти не слушаєш сестру? А ви две квочки, которые скубетесь. Нормальний мирний чоловік. А на вас брусила, чоли? А давай тебе сандалом, а? Наталья, а ну вы пытались как-то улучшить квартирный вопрос? Ну да. В 92-м году мы стояли на очереди на квартиру. И когда мама умирает, у меня сняли сочери. В 2007-м году я сняли сочери. Почему? Потому что сказали, что жилищные условия позволяют. Метраж позволяет, а жилищные условия позволяют. А как вы тогда жили? Где вы жили? Ну, тоже жила в одной комнате с Антоном. Дедушка с мамой, с папой в одной комнате, а брат в другой комнате. То есть тогда вам объяснили, что у вас хорошие жилищные условия, и вы не нуждаетесь? Да, когда мама умерла, тогда сказали, что у меня хорошие жилищные условия, и что не нуждаемся мы. Но ведь уже тогда было тесно в вашей квартире? Да. Как вы думаете, почему у вас нет хотя бы отдельной кровати для Антона? Потому что ее некуда поставить, просто-напросто. То есть 17 квадратных метров, и это очень маленькая площадь? Там же коляска, им же разворачиваться нужно, это невозможно. И коляску, даже если я ее на улице одеваю, я завожу коляску, сажу его. Ну да. И аппаратура стоит в Узахаре Центра. 850 дБ. Ну, без этого никуда. Да. Это окно в мир. Антон пришел к нам на программу для того, чтобы заявить на всю страну, что он не такой, как все. И он хочет семью. Что вы скажете, насколько это реально? Ну, хотелось бы, чтобы у него, конечно, была девушка, чтобы она его любила, чтобы она за ним ухаживала, чтобы она была к нему очень такая, сердобольная, чтобы... Чтобы вас бы меня заменила, по большому счету. Да, заменила меня, ну, в чем могла, я ей помогала бы, подсказывала. Вам ведь очень тяжело сейчас. Да, да, мне тяжело с Антоном. Ну, как вы думаете, Наталья, насколько это реально? Ну, не знаю, как... Как судьба уже повернется к Антону. Послушайте, ну, вот почему Антон оказался в таких условиях? Кто ему должен помочь? И должен ли кто-то помочь, Инна? Ну, я считаю, вот, ну, под квартир, слушай, что, ну, сложно было вам, да, ну, за человеком, за сыном ухаживать, еще думать о жилье. Это действительно, это очень тяжелая ноша. Но брат, он обязан, мужчина, он должен видеть, что у сестры такая вот судьба, да, и немножко заняться своим жильем. А не делить квартиру Царства Небесной Дедушки. У нас люди с отзывными потребностями, да, инвалиды, они все-таки защищены законом. И они имеют право на отдельную площадь. Ну, вот с моральной точки зрения. Вот если говорить о морали, либо вообще об опонимании жизненной ситуации, то, ну, доктор уже проконстатировал этот факт, и ваш сюжет проконстатировал факт, что, к сожалению, к сожалению, Антон, извини, но при этой болезни люди не живут столь долго, сколько живут люди без болезни, да. И здесь брат все-таки, там, брат, сестра и так далее, мог бы поступить банально просто, по-человечески. Независимо ни от чего, пока есть Антон, не претендовать ни на что. Скажите, Антон, а вы пробовали говорить с дядей на эту тему? Да, пробовал. Что он? Было дело две недели тому назад. Он, ну, у нас любитель, перед разговором немного хряпнуть на душу. Он пришел, ну, Антоша, ты же понимаешь, у меня там семья. Я говорю, ну, я понимаю, что у тебя семья, у меня тоже семья. Но я хочу, говорю, самый лучший вариант, который устроил бы и тебя, и меня, это жить отдельно. Но он не хочет этого? Нет. Или он не хочет, или его жена. То есть, ну, как муж и жена... Одна сатана. Да. Далее в программе вы узнаете, кто, собственно, виноват в том, что Антон оказался вот в такой вот ситуации. А прямо сейчас встреча с тем самым дядей, который, собственно, как утверждает мама Антона, разрушает все мечты сына о семье и о личном счастье. Встречайте, пожалуйста, Виталия. Прошу вас. Как вы считаете, почему, вернее, вы считаете, что комната нужнее вам, а не Антону? Ну, я не знаю, у меня семья. Ну, у него тоже семья. Это резкий аргумент, как бы. Ну, тогда решать эту проблему совместно, вот, дружно. Ну, пока вы, собственно, не готовы были решить эту проблему? Конечно, что нет. Не готовы? Не готовы. Ну, мы сегодня, ведь, постараемся решить. А пока внимание на экран. Виталію Скрипці 42 роки. Він молодший брат Наталії. Протягом багатьох років допомагав сестрі доглядати племінника-инваліда. И залишался, и надо ж погодовать, приготовлю щось погодую. Власну семью чоловік створив лише 5 років тому. Йому на той час було 38, а на реченній – 21. Жінка вже має сина, народженого в попередньому шлюбі. И Віталій любит его, как власного. Практично, больше половины життя он вырос на моих руках. Упродовж 4-х років пара жила счастливо. Та одного дня вони опинилися на межі розлучення. Так, почему, собственно, ваш брак оказался под угрозой? Ну, какой-то несогласен, или не между сестрой моей жиной. То есть, ваша жена повздорила с Наталією, с вашей сестрой? Осталась комната, и все претендуют на эту комнату. То есть, комната вас всех поссорила? Больше всего, что так. Сколько в ней квадратных метров? Там 12,5 квадратных метров где-то. То есть, 12,5 квадратных метров вас жутко поссорили? У меня, получается, где-то около 14,5 квадратных метров, у сестрі немножко больше, там, до 19. Сколько вас живет на тех ваших 14 квадратных метрах в вашей комнате? Я, сын и жена. А, вы втроем? Ну, просто, ну, может быть, это мое мнение, решение этой проблемы. Даже пускай бы мой сын, вот, жил бы вместе с Антоном даже в этой комнате. Но вы знаете, Антон хочет жениться. Ну, это я только узнал, что он хочет жениться. Что вы об этом думаете? Ну, по реалиям это невозможно. То есть, вы сомневаетесь в том, что Антон сможет обрести любовь. Давайте-ка так, сейчас обратите внимание на экран. Это Нік Вуйчич. Он стал известным благодаря своей надзвичайной истории. Нік появился на свете вообще без кинцовок, лишь с одной стопой. Лекарь в Пологовому даже не пытался сразу показать его матери. Нині он вспоминает, как тяжело ему было пристосоваться до жизни, и как у восьмеричного века даже пытался совершить самогубство. Теперь Нік не вважает себя безпорадным. За допомогою лишь двух пальцев на стопе, он чистит зубы, голится, расчисывается, отвечает на телефонные звонки и работает на компьютере. Нік снимается в кинофильмах, телешоу и пишет книги. Он сам стал известным и успешным, и теперь научает этого других. Но это еще не все. Нік Вуйчич даже створил семью. Кілька лет назад его счастливой дружиной стала красунья-бюнетка Канае Мяхай. А уже через рік у подружжя народился сын Джеймс. Антон, вы о такой же брюнетке мечтаете? Да. Но послушайте, если действительно у Антона так же, как у Ніка Вуйчича получится, и он обретет свою любимую жену, то куда ему ее приводить? Я даже не знаю. Если вы комнату отнимете... Пока отнимать никто не собирается комнату. Но вы не разрешаете ему туда поселиться? А кто ему сказал, что ему кто-то не разрешает? Твоя жена, Ира. Она так и сказала? Она пришла, начала устраивать скандалы, чтобы к Антону никто не приходил. Когда приходила Аня, она ночевала. Она почему здесь ночует? Аня, это кто? Это помощница. Это наша помощница, волонтер. Чтобы постоянно никто не приходил к нам, к Антону, чтобы никто не приходил. Она запрещала просто-напросто. Ты слушаешь ее, Виталик. Ты не слушаешь сестру. Вы же можете поговорить с женой как-то, сесть вдвоем, попить чай, кофе там, выпить в крайнем случае и найти какой-то компромисс? Именно по-женски. Она скандальная. Вы можете, вы разговаривали... Как зовут вашу супругу? Ира. Ира. Вы разговаривали с Ирой? С Ирой там невозможно разговаривать. Почему? Ну, она скандальный человек. Но вы пробовали с ней разговаривать? С ней нормально, невозможно. Но вы пробовали? Ну, пробовали. Успокоительный, надо бросить чай. Что она говорила вам? Ну, вот по поводу комнаты, я ничего. Был инцидент, чтобы мы закрылись в свои комнаты, они выходили. Прямо она так и говорила? Да, вечером на кухню. Она ходит постоянно на балконе. И весь дым несется в комнату. Чистит обувь в коридоре. Малой тоже бегает. Это создает... Никогда ребенку не скажешь, что не бегай, больной Антон. Он постоянно гоняет. На самокате ездит? Даже по квартире на самокате ездит. Он друзей уже приводит к квартиру, по сравнению с друзей с улицы, которые стоят на головах. Вам это не нравится? Конечно, мне не нравится. Виталий уверен, что все-таки ему больше нужна комната, чем его беспомощному племяннику. Ведь в отличие от Антона, Виталий уже имеет жену. Но что скажет дядя, когда услышит откровенное признание? Кто решился прийти в нашу студию сегодня, чтобы сделать жизнь Антона лучше? Большая душа в маленьком теле. Я тут не при всем. Нам тогда поставили дебильность. Дебильность? Да. Вы попали. Я вас сойду. Нет, Антон. Это вы сегодня попали. Ну, послушайте, Виталий, если вы живете все вместе, то, наверное, вы должны уважать друг друга. Ну, ребенок тоже же хочет как-то и попрыгать, побегать по квартире. Виталий, когда больной ребенок в квартире, не надо ни прыгать, ни бегать. И не приводить друзей, которые стоят на головах. С улицы, друзья. А что значит стоят на головах? Ну, вот приводом какого-то друга, неизвестно с улицы, кто он, что он, свою комнату. И они там дурачились, пока я их не выгнала. Правильно сказали? Это дети, это дети. Подождите. Ну, понимаете, они двери были открыты, и такой стоял. Стоп. Ого, на всю квартиру. А когда соседи у вас сверху, снизу, вы живете в многоквартирном доме, они тоже прыгают, там, поют и так далее, они тоже вам мешают. Антон, сори, но как бы у каждого должна быть своя жизнь. И если там хлопчик бегает, пусть он бегает, он развивается. Конечно, это нормально. Другой вопрос, что вот вы сами только что описали, из чего у вас скандал. То есть вы говорите, что она скандальная. Но я более чем уверен, если бы она сидела здесь, она бы сказала тоже, вы скандальны. Потому что вы переживаете за своего ребенка, она переживает за своего ребенка. Вы две квочки, которые скубетесь. Пожалуйста. Вы как единственный петух в этом курятнике. Ну, успокойте двух барышей, не будет все нормально. Слушай, а действительно ее скандальная ваша? Да, не сильно она скандальная. Бывают такие... Не сильно, но скандальная. Ну, в случае, нормальный нервный человек. Нормальный нервный человек. Виталий, я вспомню 19 января. Ну, такие реалии. Подождите, а что было 19 января? Какой она скандал устроила в квартире, когда были тетя Надя и тетя Шура. Когда были на второй день поминок отца, когда отца похоронили, когда вы пришли вместе. И что она устроила? Что она устроила? Скандал. Ну, расскажите, из-за чего? Ну, просто я сказала, я просила Виталика, что не идти ночевать туда, он был выпивший. Просила его, все просили, он ушел. Я говорю, забери Ирину в вещи, потому что она уже в последнее время здесь не жила полгода. Сетели месяц. Так подождите, так она живет или не живет в квартире? Она не живет здесь. А почему вы не живете с женой? Я не знаю, почему она не живет. Она живет в своих родителей. Подождите, подождите, а почему вы не живете с своей женой Ириной? Ну, потому что там места мало, квартира. А, то есть, подождите, она ушла из-за того, что... Она вас бросила, что ли? Скажите честно, да и все. По какой-то причине она ушла. А весь ее здесь. А весь в квартире находится. Так она вас бросила или что произошло-то? Она, наверное, условия поставила, что ли? Она ждет, когда разделена. Поставила условия, ждет, пока он решит этот вопрос, и она вернется. Я так думаю, да? Правильно? Понимаете, каждая семья реально хочет жить отдельно. Это естественно. Вот совершенно вопрос. Я хочу еще... Так, я тебе хочу задать вопрос. Почему твоя жена постоянно приходила поздно вечером в 11, 12, 20 часов ночи домой? С работы, наверное. Не знаю, откуда. Она говорит, с работы. Нет, ну, Наталья, ну, все по-разному работают. Она ведь тоже не обязана приходить там... Она работает в жилье. ...в семье, чтобы, знаете, никого не потревожить. И расстав абсолютно прав. У каждого своя жизнь. Если бы она пришла, приходила, извините, в 2 часа ночи и устраивала скандалы пьяные, такого не было? Алексей, знаете, в чем еще проблема здесь есть? А? Не было. Вот скажите, Наталья, Виталий, это я так понимаю, вы выросли в этой квартире тоже вот с маленьких, да? Да, да. И вот здесь вот получается проблема. Здесь есть чужое инородное тело, которое... Извините, я так называю вашу жену. В данном случае для вас двоих это чужое инородное тело, которое попало в ихнее пространство семейное, в котором они выросли. Понимаете? Да еще и качают права. И вот здесь вот скандал, шкандаль поставить. Итак, неужели вам совсем не жалко своего племянника? Даже если не брать во внимание его семейные планы, семейные планы Антона. Ведь они даже спят на одном диване. Вы знаете об этом? Узнаю. Ну, потому что не поставить другую кровать для Антона. Почему именно все для Натальи Антона, а я как остаюсь при своих интересах? Значит, юридически, юридически, я уже узнавала, Ира не имеет права здесь даже проживать по юридическим законам. Но как-то жена с мужем не имеет права проживать. Она не участвовала в приватизации, у меня есть закон, у меня есть дома бумажки, документы от юриста. Она не имеет права претендовать на право частной собственности здесь, да. Но она, даже если не будет замужем за него, просто будет его любовницей, почему же не может? Он имеет право полноценное на эту собственность. И туда он приводит кого хочет, как хочет. Лишь бы это не нарушало санитарно-гигиеничные нормы. Ярослав тоже юрист. Итак, у нас в студии Антон, он мечтает о семье, об обретении своей любимой девушки. Чтобы она, конечно же, была здоровая, высокая, с длинными черными волосами. Брюнетка? Да. Но шансы на семейное счастье отбирает его дядя. Значит, Виталий, слушай меня. Она пришла, начала устроить скандалы, чтобы к Антону никто не приходил. Ты слушаешь ее, Виталий. Дядя не верит, что кто-то полюбит парня Антона. Это невозможно. То есть вы сомневаетесь в том, что... Да, сомневаюсь. Антон сможет обрести любовь. Что в этой студии расскажет женщина, которая знает, чем Антон лучше многих других мужчин. Встречайте, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Прошу вас. Людмила, так почему вы считаете, что именно Антону нужнее эта комната? Дело в том, что Антон очень хороший человек. Он не человек. Он с большой буквы человек. Он без всем своей болезни, так еще и зарабатывает деньги себе. На пропитание, на все. И вообще, я считаю, что здоровому человеку легче заработать на какую-то комнату, чем такому, как Антоше. Послушайте, вы сказали, что Антон сам зарабатывает деньги? Да. Внимание на экран. Мне привозят анкеты заполненные, которые заполняют посетителей магазинов. Я это все ввожу в компьютер. В эссель. А потом отправляю по авиационной почте своему начальнику. И они с этого делают дисконтные карточки с 5-процентной с хитрой. А как вы нашли такую работу? Ну, работа, знаете, работа есть, мне привезли, я сделал. Да как вы ее нашли-то изначально? Помогли. Здоровые ребята, друзья. Послушайте, нескромный, конечно, вопрос. Но сколько вы зарабатываете? Ну, где-то около тысячи. Но ведь это, Наталья, неплохое подспорье для бюджета семейного. И так мы знали, что Антон зарабатывает деньги самостоятельно. Еще мы выяснили в самом начале программы, что Антон пишет стихи. Кстати, на стихах вы как-то зарабатываете, Антон? Ну, выпустил в 2014-м свой первый сборник. 590 экземпляров. Презентация была 8 апреля. Продается? Уже. Ну, осталось там 20 штук. Я сегодня взял. Фактически распродали. И вы сегодня привезли несколько экземпляров? Да. Вы будете сегодня дарить? Ну, посмотрим. Или продавать? Вам точно подаю. А остальным продавать? Да. А вот уже на подаче в тормозбольник будет тысяча экземпляров. Скажите, Антон, какое у вас образование? Где вы учились? У меня образование вспомогательное, среднее. Ну, учился я в школе «Надежда» для людей с физическими, дорозумовыми вадами. То есть вы закончили школу? Вы туда ездили? Нет, приходила учительница, приходила на дом. Ага, то есть вас учили на дому? Да. Во сколько лет вы научились читать и писать? Так же, как и другие дети? Ну, где-то 6-7. Ну, так же, как и другие дети? Ну, да, благодаря маме. Да. Наталья, а что врачи говорили относительно состояния Антона вашего? Мы когда комиссию обходили, нам тогда поставили дебильность. Дебильность? Да. Что, ребенок дебил. Это было где-то лет 3 или 4 год. Дебил? Да. Это я. Психиатр поставила. Это в каком возрасте? Где-то годика 3 или 4 нам. В 3-4 годика поставили диагноз дебилизм. А сейчас этот диагноз до сих пор? Нет, мы 15 лет его сняли. Ага. Это, конечно, удивительно. Значит, у Антона был диагноз дебилизм, но ведь я знаю, что вы знаете иностранные языки. Ну, так. Hello, my name is Anton. Ну, набор знаете такой. Yes. Of course. Of course, no. No. Ну, понимаете, опять же, благодаря вот этой справочке, дебилизм, у меня была вспомогательная программа. Послушайте, а это правда, что когда вы пошли снимать этот диагноз на очередную комиссию, врач, вы удивили врача-психиатра, он попросил вас назвать времена года? Да, я его спросил, вам как? Нарусском, украинском и английском. И что он? Ну, я его назвал в трех видах. В трех видах? Да. Ты в одном мохофе. И он снял. Ну, так, вообще-то, по правилам, Антон мог учиться в обычной школе, в близлежащей, совершенно нормально, со всеми детьми. И это ужасно, что его закрыли дома и не дали ему окошко к общению. На самом деле, он мог... Ваше нашелся тот, кто поставил этот диагноз три года. А сколько еще таких детей, которым действительно не дают такой возможности? Ведь, вот смотрите, стихи, значит, языки изучает Антон, деньги зарабатывает, старается, по крайней мере, помочь маме. Чем вы еще увлекаетесь? Ну, вышиваю ленточками. Вышиваете ленточками? Да, это меня в одиннадцатом классе научила учительница по труду. Давайте сейчас обратим внимание на экран. Их, чему, надо... Нет, туда, в течение. Нет, сюда, в течение. Да. Не, вот так, это. Узвонит... Или набирает на собеску... Твою. Люблю читать книги, чем они толстые, тем они лучше. Вы это делаете с помощью мамы? Да. Мама обязательно помогает. А вы любите читать? Я там видел книги. Ой, люблю я читать с восьми лет. Я... Конченый библиофил. Конченый библиофил. А какие книги вы любите? Люблю фантастику, приключения, детективы, триллеры, криминал русский. Очень нравится. Ужаскихи люблю. Самая большая книга у меня была 1100 страниц за две недели. Ничего себе. Вы рекордсмен. Знаете, это еще не все, что нас поразило в жизни Антона. Давайте сейчас увидим, кому Антон посвящает свое свободное время. Внимание на экран. Добрый день. Добрый день. Ну, как вы тут называете? Да ничего. Да. Я желаю вам, чтобы после этих военных действий, после всех травм, чтобы вы не унивали, чтобы вы не падали духом, чтобы вы держались за жизнь. Мы вас любим. Молодец. Он просто, знаете, даёт такой ковток, какой-то оптимизм. Дивишься на него и думаешь, у нас не все так погано. Клю-Дена, крапка духом, я уважаю еще Вену. Мы здоровейшие из-за этих наших политиков. Ну, что вы им тогда говорили? Какие самоподдержки вы говорите, ребятам? Ребятам было неожиданно, что с ним приехал такой. И я им хотел показать, что несмотря ни на все, мне 25 лет, я уже с этим живу. И у меня жизнь нормальная, полноценная. Вы почему вот туда поехали? Вы помните тот момент, когда вы поняли, что вот сегодня я должен поехать в госпиталь? Для чего? Ну, первый раз мы поехали, это было 14 октября. То есть, когда начались все эти военные действия, ну, я маме говорю, ну, давай поедем. Давай сделаем то, что никто никогда не делал. У нас в стране. То есть, будем первыми. И вот, да, мы захазали, приехали, набрали медикаментов, там конфет, сладости. Я, знаете, что хочу сейчас познакомить вас с волонтером Еленой. А вы где познакомились с Антоном? Мы познакомились в госпитале. Вот, и когда он приехал, он, конечно же, ну, с первых, как вы видите, с первого момента покорил меня и потом ребят вот своей искренностью. Ну, в общем, ребята после встречи с ним всегда благодарят и его, и меня. И вы понимаете, он находит какие-то слова. Ну, вот, например, сразу он прочитал один стих, и вот первый раз в госпитале я заплакала. Вот, ребята, один вот последний раз, когда был Антон, он сказал, Антон, мы, ну, хотя это герой на самом деле, но он сказал, Антон, мы никто, ну, типа, мы никто по сравнению с тобой. Но Антон сегодня приехал для того, чтобы показать всей стране, что он такой же, как и остальные. И он тоже имеет право на любовь и на создание семьи. Как вы думаете, какие у него шансы? Ну, вы знаете, опять, если мы говорим сейчас, вот как я его называю, да, большая душа в маленьком теле. Это должен быть, эта девушка должна быть, конечно, высокодуховной, которая должна это понять. Заглянуть Антону в душу, мне кажется, вы найдете там несметное богатство. Спасибо огромное. Наталья, Антон нам уже здесь рассказал о том, какую он хочет себе жену. А вы какую невестку себе хотите? Вы ведь тоже об этом, наверное, думали? Не знаю, в принципе. Мне кажется, что Наташа думает, лишь бы сыну было хорошо, правда? Да, мне сейчас еще сыну было хорошо. Лишь бы он был счастлива. Как Бог даст. Тогда будет счастлива ей мама. Итак, Антон сегодня приехал сюда в студию для того, чтобы найти свою любовь, создать семью. Потому что Антон уверен, что для счастья ему не хватает только той самой отдельной комнаты и любящей, любимой жены. А что думаете вы? Если у вас есть такая возможность, пожалуйста, оставьте свой комментарий на нашем сайте в интернете. Его адрес сейчас на вашем экране. Спасибо огромное. Знаете, есть одна девушка, которая долго готовилась ко встрече с Антоном. И сейчас эта девушка хочет кое в чем Антону признаться. Наталья, вы догадываетесь, кто это? Антон, а вы? Нет. Нет? Нет. Я тут ни при чем. Вы тут ни при чем. Ну, сейчас мы посмотрим. Встречайте, пожалуйста, Юлию. Здравствуйте. Здравствуйте. Как-то вы так укоризненно на Антона. Что вы хотите ему сказать? Что я его очень люблю. Вы любите Антона? Да. Спасибо. Спасибо. Юль, простите, пожалуйста, как мужчину или как друга? Ну, и как мужчину тоже. Я правильно понимаю? Это ваше признание в любви? Да. А? Вы словно бы не слышали этого. Нет, я слышал, я задумался просто над ее словами. Да, я знаю действительно, это Юля, она моя самая лучшая подруга. То есть, Юля сказала, что любит вас. Об этом я тоже знаю. Уже пять лет знаю. То есть, пять лет Юля признается вам в любви? Да. А вы? А я? А у меня такой принцип, что два инвалида в семье – это очень большая нагрузка всем. И, ну, честно, я, ну, такие браки не понимаю. Ну, я, понимаете, ну, легче будет, если он инвалид, она здоровая. Или уже наоборот, она инвалид, он здоровый. Ну, вот Юля, она очень интересная. АПЛОДИСМЕНТЫ Уже что-то. Внимание на экран. Юлія Литвиненко 29 років. У своих батьків вона єдина донька. Диагноз ДЦП лікарі ей поставили, коли дівчинці виповнилося шесть месяцев. Юля закінчила школу, тепер хоче працювати. Та с таким диагнозом на работу не берут. Другая, то людина поможет, другая не хочет даже помочь, на тебя не хочет дивиться. Тому вона весь час удома. Виконує майже всю хатню роботу. Готує та прибирає. Взять я хочу, щоб він був достойний, щоб він не любив, поважав. З Антоном вони знайомі вже п'ять років. Проте дружити почали не відразу. Першу зустріч з Антоном Юлія згадує з жахом. Как это вы испугались? Ну, потому что я действительно испугалась, потому что я никогда еще не встречала таких людей, как Антон. Каких? Ну, таких, с таким его диагнозом. Но вот когда увидела, я поняла, что это мой человек, что это, 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 это мое. Что вас поразило більше всего? Его, его талант, его мудрость, его добрая душа. Он вам стихи, наверное, читал, да? Да. Да? Я ей постоянно что-то новое отправляю. Она попросила, я отправляю. Слушайте, хорошенькое дельце получается. Пять лет девушка твердит Антону, что она его любит, а он ей читает стихи и все. Все-таки он действительно понимает, что, наверное, все-таки нереально нам быть вместе, хотя, несмотря на то, что мы, возможно, любим друг друга, но мы понимаем, что все-таки нам нереально быть одной семьей. Вы думаете, Антон вас любит? Да. Ну, как лучшую свою ближайшую любимую подругу, я ей каждый день звоню. То есть вот она, она интересная, она, я ей могу все выложить, она у меня как психолог. Антон, а глаза говорят о другом. О чем говорят, кстати, глаза Антона и Ростова? Вот отсюда надо просто смотреть, как он смотрит на Юрию. Ну, как? То есть, не, он реально смотрит любящими глазами. Антон, разреши себе вот это чувство отпустить. Оно есть, ты просто действительно ответственности много. Отпусти свое чувство, оно есть. Может быть... Может быть, сейчас первый шаг? Скажи, за что ты благодарен, Юля? Может быть, это будет первый шаг? Юля, я вот к ней обратиться. Юля, я благодарен тебе за то, что ты есть в моей судьбе и в жизни. Итак, здесь в этой студии появилась Юля еще пять лет назад. Она испугалась, когда увидела Антона впервые. Но сегодня здесь, в этой студии, на всю страну Юля призналась Антону в любви. Какой сюрприз еще ожидает нашего главного героя встреча, о которой он даже совершенно и мечтать не мог. Эта встреча произойдет совсем скоро. Антон что, еще и модельное агентство содержит? Вы попали. Я вас сойду. Вы кто, Юль? А что вы думаете по поводу планов Антона все-таки действительно найти любимого человека, создать семью? Ну, если бы у него это действительно получилось, даже без меня. Если бы он нашел действительно себе достойную девушку, но ходячую, я была бы за него рада. Вы так говорите, что... АПЛОДИСМЕНТЫ Словно вы хотите все-таки бороться за Антона. Да. Вы будете бороться за него? Да. Вы его так любите, что будете бороться? Вы даже не представляете, насколько я его люблю. Только давайте без сандала. АПЛОДИСМЕНТЫ Только давайте без сандала. Ну, несмотря ни на что, я все равно буду его поддерживать. Всегда буду с ним. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот видите, какая у меня подруга. Продолжает упорствовать Антон. Виталий, вот вы сомневались, что у Антона есть шанс создать семью. Рядом с вами сейчас сидит девушка, которая на всю страну призналась в любви вашему племяннику. Что вы теперь скажете? Им ведь нужна комната. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А, не знаю. Всем всегда что-то нужно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но вы ведь не можете теперь уже говорить о том, что у Антона или там мало шансов, или нет возможности создать семью. Я даже не знаю, что сказать. Ну, что по поводу тех 12,5 квадратных метров? Ну, просто Виталику... Что с комнатой-то делать? Просто Виталику проще заработать эти деньги на комнату, чем Антону, скажем так. Хочу немножко расширить ситуацию, в каком плане. Вот сейчас говорят о том, что Антон хочет жениться. Там есть мальчик, да, и два взрослых человека, родители, у них своя жизнь. А у нас есть еще вот мама Антона. Тоже еще полноценная женщина, в таком возрасте, когда тоже есть о чем подумать. И мы думаем о том, что когда-то кто-то женится, подрастет или еще. А сегодня есть ситуация, когда, в принципе, может, два мальчишки, если ваш бы согласился, могли бы быть в одной комнате, ваша семья в другой. А женщина в третьей, которая тоже имеет право на часть своего пространства, на какие-то мечты. Она совершенно полноценно здорова, ей только 46. Но ведь вы можете, на самом деле, найти подход к своей жене, которая, очевидно, препятствует размену. Потому что ведь все согласны с разменом. Не согласна, очевидно, только она. Может быть, дело за малым, убедить ее в этом. Разменяться, разъехаться, и пусть каждый живет своей жизнью. Ну, надо просто поговорить отсюда. Так а что же вы, дед, надо поговорить. Когда поедете с ней говорить? Ну, в ближайшее время. Ну, как же, в ближайшее время понятие растяжимое. Надо сказать, Ира, значит, ситуация такая. У вас кто главный в семье? Муж главный в семье. И жена. Муж и жена. Нет, я спросил главный. В Италии нужно было идти в политику. Вот реально вам надо в политику идти. Вот так отвечают исключительно наши президенты, премьеры и так далее. Невероятное признание в студии ток-шоу «Говорит Украина». Что, собственно, Антон скажет, когда увидит наших следующих героев? Сюрприз, о котором Антон даже не мечтал. Этот сюрприз произойдет прямо сейчас. Один, два, три, четыре, пять. Мы уже поняли, что для полного счастья вам не хватает жены-красавицы собственного жилья. Конечно, на это нужно время. Мы пришли к каким-то выводам, собственно, но, тем не менее, вам нужно время. С квартирой, с комнатой мы надеемся, что вам удастся разобраться. Скажите, есть какая-то мечта у вас, которую можно осуществить прямо сейчас? Прямо сейчас? Да. Сфотографироваться с вами. Хочу. С настоящим, живым. Мечта исполнена. Ярослав потом вам скинет. Спасибо. Так, идем дальше. У вас ведь в социальных сетях очень много фотографий с девушками. Да. Да, я все подглядел. О, надо вас найти. Вы попали. Я вас найду. Нет, Антон. Это вы сегодня попали. Как вы думаете, кто сейчас появится в этой студии? Что-то не знаю. Он попал, да? Да. Антон попал. Выходите, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, Антон. Привет, как дела? Нормально. Привет. Привет. Очень рада тебя. Антон, привет. Что я не понял, Антон что, еще и модельное агентство содержит? Так, вы кто? Мы друзья Антона. Мы все подруги Антона? Мы все подруги Антона, только кто-то из нас виртуальные друзья пока что, а кто-то уже реальные. Слушайте, Антон, у вас, насколько я знаю, в социальных сетях несколько сотен вообще друзей и подруг. Да, много. И вы всех знаете по именам? Ну, Катя, Марина, Юля, ну... Вы собираетесь всех перечислить? Мы сами попросили. Ну, послушайте, а вы всех видели в реальности или больше из них все-таки виртуальные друзья? Ну, большинство, вот, в последнее время в госпитале я видел, сам многими переписываюсь. Ну, послушайте, сегодня благодаря нашей программе некоторые виртуальные ваши друзья-подружки стали вполне реальными. Да. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы ожидали такой встречи? АПЛОДИСМЕНТЫ Нет. Но вы, очевидно, не ждали и другого нашего сюрприза. Отель попал, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Да. У нас здесь в студии представитель книжного издательства Игорь. Выходите, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Игорь, что у вас в руках? Значит, мы познакомились с Антоном в сети. Мы, я почитал его стихи, и они действительно проникают в душу. Антон, я очень тебя благодарю за то, что ты вот есть такой, оставайся таким. Так как ты у нас библиофил, то ты знаешь высказывание Михаила Афанасьевича Булгакова, что квартирный вопрос не должен нас испортить. Да. Послушайте, Игорь, насколько я понимаю, Антон готовился к тому, что вот-вот должна выйти его книга. Но Антон совершенно не подозревал, что эта книга уже у вас в руках. Да, она... Это сигнальные экземпляры. Эта книга... Мы поможем, как издательство, чтобы эта книга была в магазинах. И я думаю, что если каждый человек заплатит 40-50 гривен, это поможет... Это не такие большие деньги, но это позволит выразиться еще раз этому человеку, этой личности, и будет просто замечательно. Антон, держи тебе первые пять экземпляров. Мама, держите. Это ваш труд. Спасибо. Что вы хотите сказать сейчас? Чтобы все были полноценными, дружили, могли просто вместе. Знаете, каждый из вас, уважаемые наши зрители, может подружиться с Антоном. Его достаточно просто найти в социальной сети. Да, я там один с девочками. Как вас там найти? Антон Дубишин. Я в халяске. Я не скрываюсь. Антон Дубишин, который не скрывается, и который там в социальной сети с девочками. Он ждет ваших сообщений. Об этом говорит Украина, об этом сегодня не могли молчать и мы. Спасибо, что вы с нами. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ